Следующий вопрос у нас такой. Сыну 4 года, заходим в магазин и начинается. Постоянно просит что-то купить, хнычит, плачет, находит хоть что-то, что я должна ему обязательно сейчас купить. Ситуация очень знакомая и, возможно, кто-то сталкивался с подобным. Значит, что здесь с мальчиком этих 4-летним происходит, собственно говоря, в магазине? Во-первых, если сын вот так вот истерически и панически просит что-то купить, то, наверное, не надо говорить, но я все равно скажу, что ваши походы в магазин нужно стараться делать без ребенка. Но это может быть сложно, а может быть и невозможно. И тогда мы с вами должны рассмотреть, а что же делать, если это, например, невозможно. Ну, во-первых, когда вы заходите в магазин и видите, что ребенок начинает так что-то выпрашивать, что-то вот такое купить, мы с вами не можем сейчас знать, но, может быть, тут два варианта. Ну, это я так навскидку вижу два. Если бы мама была сейчас здесь, если бы это было на консультации, там, конечно, намного точнее все это удается определить и рассказать. Ну, вот в данной ситуации можно представить так вот навскидку два варианта. Первый вариант это то, что, возможно, у ребенка действительно подарки для него это что-то больше, чем просто подарки. Это тот самый случай, когда у ребенка язык любви подарки. Вспоминаем книгу «Пять языков любви» Гэри Чепмэна. Книга, которую я настоятельно рекомендую и буду рекомендовать еще много-много лет, а, может быть, всегда буду ее рекомендовать, потому что она дает ответы на массу вопросов. И уже говорил я это где-то, и еще раз скажу, что вам может даже показаться, что когда вы эту прочитаете книгу, вы понимаете теперь все. Особенно, если вы попробуете прислушаться и практически попробовать те советы, и практически попробовать вот ту схему, которая предлагается в этой книге. Кстати, книга маленькая, вот такая вот тоненькая, прям вот, наверное, сантиметр в толщину, если брать вариант с клееной, да, клееный переплет. И она есть в аудио формате, все это в свободном доступе, уже тысячу лет в интернете есть, поэтому не обязательно покупать. Вот, значит, первый вариант, да, у ребенка язык любви в подарки, он действительно чувствует что-то особенное, для тех, кто книгу не читал, сейчас говорю, предупреждаю. Он чувствует что-то особенное, когда он получает подарок от мамы в виде купленного чего-то, и ему этого очень сильно не достает, когда мама так не делает. Он не просто попрошайка, он действительно чувствует выражение любви в этом акте дарения. Это большая разница между попрошайкой. Вот, и что с такими детьми хорошо, что-то часто вот на семинарах бывают у меня родители, возмущаются немножко, что, да, не дай бог, не дай бог у моего ребенка язык любви в подарки. Это что же получается, это же, где же сколько денег наберешься-то? А вот интересно, что у таких детей, у которых язык любви в подарки, им не надо много денег, им как раз наоборот нужно количество вот этих вот подарков, и они могут быть очень маленькие, они могут быть очень дешевые, и они могут быть даже незначительные, и для вас практически не подарки вовсе. Самый простой пример это бумажный самолетик, который мама взяла и разукрасила как-то сама, и вручила, подарила, а ребенок потом, например, его используют как закладку в книге, подарены маме, мамой бумажный самолетик еще и разрисованный, собственно, ручно. Это очень важно. Второй вариант это то, что ребенок действительно нашел такую болевую точку, он чувствует, что маме не просто в этой ситуации, что мама чувствует себя в магазине неловко, что маме стыдно, и что она сейчас будет предпринимать какие-то действия, которые будут ребенка, ну она будет как-то его успокаивать, она будет как-то с ним взаимодействовать, да, она может быть даже его шлепнет по попе, она может быть сейчас его за руку дернет резко и выведет, да. И это очень такая печальная ситуация, она, я ее озвучиваю так вот, рабочее название, нет контакта, который мне нужен, и тогда я согласен на любой контакт. То есть это та ситуация, когда мама уделяет ребенку мало времени, когда он соглашается на любое с ней взаимодействие, даже когда она ругает, наказывает, его это устраивает, потому что это лучше, чем ничего. Это такой печальный немножко случай. Вот навскидку два таких момента скажу, вы, кто задал вопрос, прислушайтесь к своей ситуации, возможно, что-то одно из этих двух у вас есть. Если у вас одного из двух этих нет, ну, это издержки вот такой вопрос-ответ-сессии, когда вопрос задается, ну, с минимальным количеством текста и непонятные какие-то подробности, да, там еще могут быть варианты. Еще, конечно, что-то может быть тоже. Ну, вот, если навскидку, то таких два я вам даю.